Всем привет, это Евграф, и вы смотрите Едим ТВ. И сегодня я буду делать венецианский шприц, который более известен как Апероль шприц. У меня на супручнее обращайте внимания. Недавно мы с Василием готовили коктейль, который назывался PSU Апероль. Можете посмотреть здесь. Это была такая вариация, отдаленно напоминающая шприц. И многие люди в комментариях написали, а где же оригинальный шприц? Мы, кстати, его тоже готовили. Я решил второй раз подойти к снаряду и сделать дома несколько версий. В базовой версии Апероль шприц это, собственно, Апероль, газированная вода или содовая. Все одно и то же. И белое вино, которое при этом не обязательно игристое. Может быть, просто белое вино, тихое, так называемое. Ну, я сделаю еще парочку других версий. Шприц был изначально придуман как средство разбавить вино, чтобы оно не было таким крепким. То есть просто смешивали вино с газированной водой. Ну и дальше уже начали добавляться какие-то нюансы, типа подсластить, подгорчить, добавить вкуса и так далее. Вот так и появился Апероль шприц. Компания Апероль, кстати, заслуживает уважения, потому что она очень сильно популяризировала именно свою версию. И многие считают, что такой коктейль, как бы, только в таком виде он и бывает. На самом деле нет. Добавлять можно любой биттер-ликер. Сейчас я иду в магазин, чтобы купить все необходимые ингредиенты, среди которых. Апельсин для украшения и для сока. Грейпфрут. Газированная вода. Ну, у меня, правда, есть сифон. Сухое и гристое вино. Можно брать самое простое. Белое тихое вино для экспериментов. Тоник. Он пойдет в одну из версий. И, собственно, Апероль. От апельсинов отрезаем несколько долек. После чего выдавливаем из них сок. И отцеживаем его через ситечко. То же самое делаем с грейпфрутом. Грейпфрут, кстати, белый, а не красный. Разница, по-моему, только в цвете сока. Сегодня я приготовлю пять версий коктейля Апероль шприц и его разновидности. И начнем мы с базовой версии, собственно говоря, Апероль шприц. Ингредиенты очень простые. Надо запомнить три-два-один. Три шампанского, два Апероля, одна вода газированная. Кладем в бокал пару кусочков льда. Я думаю, трех достаточно. Наливаем сначала Апероль. Потом шампанское. Ну, примерно. Примерно вот так. И доливаем газировочкой. Перемешиваем. Слегка. И украшаем сверху долькой апельсина. Прямо туда я ее кладу. Ни каких полукругов на краях. Вот первая версия Апероль шприц готов. Тот самый вкус. Ну, это вкусный, освежающий, прекрасный коктейль. Никаких к нему претензий нет. Там вы уже можете под себя подбирать. Хотите менее крепкий, добавляйте больше газировки. Хотите более крепкий, добавляйте больше шампанского. Там больше Апероля, погорче и послаче. Отличный коктейль. Вторая версия безалкогольная. Естественно, мы не можем приготовить безалкогольную версию, собственно, с Аперолем. Потому что Апероль у нас алкогольный. Поэтому мы будем использовать сироп Миллер Миллер Аперитиво Итальяно. Этот сироп специально создан как безалкогольная версия Апероля. Но с ним можно делать и алкогольную версию. Просто вместо Апероля наливать его же шампанское и газировку. Но его надо использовать меньше, потому что он более насыщенный по вкусу, более сладкий. Где-то в три раза меньше уходит. Это, кстати говоря, очень даже выгодно, потому что такая бутылка стоит явно меньше, чем 800-1000 рублей, как оригинальный Апероль. Для приготовления безалкогольной версии добавим немного льда. Добавим сиропа. Чуть-чуть похожий. Похожий запах. Его, как я уже говорил, надо немного. Нальем вот так вот половинку. Добавим столько же апельсинного сока. И нальем в газировке. Немного помешаем, чтобы сироп размешался. И, конечно, украсим долькой апельсина. Попробую. Очень похоже. Ну-ка, давайте я сравню. Ну, тут вино, конечно, чувствуется. Это реально очень похоже. Отличная версия. Спасибо сиропу Миллер и Миллер. Ну, и раз такое дело, давайте уже приготовим и алкогольную версию с сиропом Миллер и Миллер вместо Апероля. Добавляем три кусочка льда. Тоже одна часть у нас идет сиропа, потому что он насыщенный, как я говорил. В три раза больше шампанского. Ну, я буду плеть на глаз. Примерно вот так. И разбавляем все это дело газировочкой. Немножечко. Вот так вот. Раз. Помешаем. Немножечко. И положим апельсинку для украшения. Время пробовать. Офигенно, кстати. Ну, он послаще, потому что сам сироп слаще. Его можно уменьшить количество, либо добавить побольше водички. Он получается легче в любом случае, потому что он безалкогольный сироп. Но это отличная замена обычного Апероль-шприца, особенно если у вас нет Апероля. Третья версия готова. Переходим к четвертой. Четвертая версия называется Апероль-бетти. И он делается как раз с грейпфрутовым соком. Больше грейпфрутовый сок нам сегодня не понадобится. Делается она в шейкере. Наполняем шейкер льдом. И в смесительный стакан наливаем две части Апероля, одну часть апельсинного сока и половинку грейпфрутового сока. Все это дело шейкуем. И я думаю, мы люди простые, поэтому прям все целиком вместе со льдом выливаем в бокал. Похоже очень на мимозу. Становится в тот момент, когда мы добавляем туда шампусика. Ну и, конечно же, украшаем долькой апельсина. Слегка помешаем. Чуть-чуть, чтобы газ не вышел. Офигенно. Супер вообще, кстати, неожиданно. Там немножечко горчинка от грейпфрута, главное не перестараться. Апельсин. То есть он более фруктовый такой получается. Очень здорово, отличная версия. И переходим к завершающей, пятой версии. Это будет версия тихий Апероль. Я его так и назвал, потому что с тихим вином, без газа, белым, обычным, сухим. Делается тоже в шейкере, поэтому я помыл только что шейкер за кадром. Переваливаем оставшийся лед в шейкер. И собираем коктейль. Нам понадобится три части белого сухого вина. Это две. Это третья. Две части Апероля. Это все мы шейкуем. Также переливаем вместе со льдом, по-простому, в бокал. И в качестве газированной воды мы добавим тоник, обычный тоник. Украсим долькой апельсина и заценим. Класс. Офигенно. Они все прекрасные, я даже не знаю, какую лучше. Классическая, безалкогольная, алкогольная, но с сиропом Миллер и Миллер. Апероль Бетти и тихий Апероль. Они все прекрасные, не знаю, какую выбрать. Напишите в комментариях, что любите из этого вы. Может быть, какие-то у вас другие есть версии, там, то, что вы сами делаете. Не знаю. Мне кажется, на основе Апероль можно миллион всего придумать. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, дизлайки. В углу ссылка на другие видео. Можете посмотреть, там, плейлист всяких коктейлей и домашнего алкоголя, что я делал. Чтобы узнать больше информации про сироп Миллер и Миллер, переходите по ссылке в описании. Меня зовут Евграф. Спасибо. Всего хорошего. До новых встреч. Классическая, прекрасная, очень хорошо. Безалкогольная, замечательно. Классическая, но без Апероля. Прекрасная. Бетти. Бетти очень классная, кстати. Может быть, Бетти мой фаворит. И тихая версия. Тоже офигенная. Все работает. Совсем смешивается. Я не знаю. Мне сложно придумать что-то, чтобы Апероль нельзя было использовать. Надеюсь, тема Аперолей раскрыта. По-моему, все. Все, что можно было сделать с Аперолем. Ну, кроме совсем уж там добавлять бензин, я сделал. Пьешь классику, кажется, что типа, ну, все-таки классический лучше. Потом берешь любой, там, я не знаю, вот, например, Бетти. И такой, а что это лучше-то? Бетти лучше. Ну, вообще, с апельсином, конечно, прекрасно сочетается. Можно тупо вообще, мне кажется, Апероль с апельсином смешивать. И будет вообще хорошо. Что дает мне идею. Вообще, Кампари оранж, это прям вообще супер классика. Так что, я думаю, что Апероль с апельсином соком будет тоже прекрасен. Да. Все. До новых встреч. Ой, пузо.